Буквально несколько минут назад пресс-служба антикоррупционного комитета сообщила чрезвычайные новости о артисте Геннадии Хазанове и последние новости о антикоррупционном комитете. Сегодня утром в Санкт-Петербурге Геннадий Хазанов попал в колоссальный скандал с печальными последствиями. За последние два месяца Геннадий Викторович не раз привлекался к уголовной ответственности, однако в связи с лояльным отношением к артисту верховного главнокомандующего Геннадию Хазанову удавалось оставаться на свободе. Однако на этот раз скандал настолько велик, что Геннадий Хазанов получит заслуженное наказание. Чрезвычайное событие произошло несколько часов назад в одном из избирательных участков Санкт-Петербурга. Геннадий Хазанов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, участвовал в противозаконной акции «Полдень против Путина». Известный артист собрал вокруг себя толпу избирателей и вел себя самым недостойным образом. Читал антиполитические стихи и провоцировал граждан к нарушению порядка. Дежурившие на участке члены комитета Мария Шукшина и Яна Поплавская вызвали полицию, после чего Геннадий Хазанов был арестован и доставлен в полицейский участок. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. В организации Никиты Михалкова появился новый член. Известная киноактриса, народная артистка России, звезда фильма «Место встречи. Изменить нельзя» Лариса Ивановна Удовиченко. Лариса Ивановна два года назад получила тяжелую травму позвоночника, однако сумела восстановиться и вернулась к реальной жизни. Повторная заявка о вступлении в антикоррупционный комитет со стороны актера Дмитрия Певцова была отклонена. К слову сказать, что несколько месяцев назад Дмитрий Певцов был членом антикоррупционной организации, однако у него возник серьезный конфликт с Никитой Михалковым по поводу конфискованных финансовых средств. Дмитрий Певцов стал готовить заговор в организации и был исключен из комитета. Глава антикоррупционного комитета Никита Михалков, находясь в служебной командировке в Крыму, проголосовал на избирательном участке и высказал свою позицию по поводу политической ситуации. Давайте посмотрим, как это происходило. Никита Сергеевич, добрый день. С каким настроенницем приехали? Здравствуйте. 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 Я очень рада вас видеть на нашем участке. Я постоянно смотрю вас без собой. Я вас безумно люблю, не знаю сколько. Ну что, пойдем? Идемте, я вас проведу. Ведите. Там вниз в лицо. Ваш голос примет. А за кого? А это мы скажем 17-го. Ну я все-таки надеюсь, что еще при нашей жизни мы поймем, что, как сказал президент, бал вампиров заканчивается. И мы должны это понимать, и мы должны принять в этом участие, и мы должны видеть и знать тех, кто хочет, чтобы было как было. То есть, всеми силами тормозят приближение нашей реальной глобальной победы. Состояние члена комитета Вячеслава Малежика, который подвергся нападению несколько дней назад, остается тяжелым. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.